Фёдор Тютчев 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 ганкой. Это случилось в 1841 году. Деятель чешского национального возрождения оказал большое влияние на мировоззрение русского поэта. В 1848 году Тютчев занял новую должность, стал старшим цензором. И хотя его стихотворения не публиковались, это не мешало Федору Ивановичу быть заметной фигурой в литературном обществе Санкт-Петербурга. Творчество Тютчева высоко ценил Некрасов. Фед считал его стихотворения яркими образцами философской поэзии. В 1854 году поэт опубликовал свой первый сборник стихов. В эту книгу вошли стихотворения разных периодов, старые и новые творения талантливого литератора. Поэзию последних лет Тютчев посвятил своей молодой возлюбленной Елене Денисьевой. Эта женщина была настоящей музой поэта. Она скончалась в 1864 году. Тютчев очень тяжело переживал свою потерю. И только творчество помогло ему восстановить свои душевные силы. Стихотворение Денисиевского цикла литература Веды называют верхом любовной лирики поэта. К ним относятся. Весь день она лежала в забытье. О, этот юг, о, эта ница. Есть в осени первоначальный и другие лучшие произведения Тютчева. После окончания Крымской войны новым министром иностранных дел назначили Александра Михайловича Горчакова. Этот яркий представитель российской политической элиты относился к Федору Ивановичу с большим почтением. Он уважал Тютчева за его глубокий ум и прозорливость. Дружеские отношения с канцлером давали возможность Тютчеву оказывать влияние на российскую внешнюю политику. Поэт оставался неизменным приверженцем славяно-фильских взглядов. Но после поражения в Крымской войне он в четверостишье «Умом Россию не понять» призывает народ к иному, духовному объединению. «Умом Россию не понять, Оршином общим не измерить, У ней особенное стать. В Россию можно только верить». Федор Иванович не считал себя профессиональным литератором. Поэзия всегда была для него только средством для выражения мыслей и чувств. За всю свою жизнь он написал более 400 стихотворений. В последнем периоде поэт напишет свой пронзительный Денисиевский цикл и множество политических стихотворений, кратких, емких, точных и необычайно талантливых. Субтитры создавал DimaTorzok